Хочется верить, что ваше любопытство сегодня будет полностью удовлетворено, и вы останетесь довольны итогами этого мероприятия. Ну и поначалу, прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, я предоставлю слово генеральному директору футбольного клуба ТОМИ, Артем Ильич. Несколько слов наступительные. Спасибо, Олег. Еще раз приветствую всех вас на тренировочной базе футбольного клуба ТОМИ. Это впервые, когда мы приглашаем журналистов на нашу базу. Во-первых, здесь совпало два момента. Первый момент, что мы хотим быть еще более открытыми, еще более близким клубом к болельщикам. И второй момент, что 10 сентября завершилась процедура передачи этой базы в собственность футбольного клуба. То есть, как многие из вас, наверное, знают, база существует у нас уже с 2006 года. Но до этого она принадлежала областной администрации. Клуб ее арендовал. И вот в рамках соглашения о партнерском сотрудничестве по развитию футбольного клуба ТОМИ администрация передала эту базу в собственность футбольного клуба. Что, конечно, очень серьезный и очень большой шаг. Позволяет нам консолидировать имущество, активы в рамках клуба вместе с его новыми учредителями. И позволяет нам оптимизировать затраты. Теперь мы на правах уже полноценных хозяев этой тренировочной базы решили пригласить журналистов, чтобы показать, как живут здесь футболисты, как проходит тренировочный процесс, какие у нас здесь, что у нас здесь есть, как все это происходит, как это все выглядит. Но Олег после нашего небольшого брифинга проведет вам экскурсию, покажет помещение, номера, где живут футболисты во время сборов и в ходе тренировочного процесса. У нас здесь и тренажерный зал, медицинские кабинеты, помещения для восстановительных мероприятий, там сауна, бассейн и так далее. То есть все, что необходимо, все, что должно быть у современного футбольного клуба для проведения полноценных тренировок. Изначально здесь на базе было искусственное поле с подогревом, вот непосредственно примыкает к корпусу, на нем и команда тренируется, также тренируется молодежный состав, игры молодежного состава проводятся. Сейчас Том-2, соответственно, тоже на нем тренируется. И детская спортивная школа также здесь тренировки проводит. И потом вы поедете вниз, на берег притока Томи, где у нас располагаются тренировочные поля с натуральным покрытием. Одно поле достаточно давно уже существует, это основное тренировочное поле, на котором команда, основной состав Томи тренируется, готовится к играм. И вот буквально недавно, в начале сентября, мы сдали в эксплуатацию, завершили строительство второго тренировочного поля. В этом году давно назрела необходимость, в этом году клуб смог этот проект реализовать. Порядка трех миллионов рублей стоило строительство второго тренировочного поля с натуральным газоном. Но, возможно, в конце месяца или в начале октября, как агроном, если разрешит, то уже могут быть там тренировки тоже проводиться. Второе поле необходимо для того, чтобы тренировочную нагрузку с одного поля снять, чтобы качественный газон всегда был доступен для футболистов, для подготовки к матчам. Потому что качество газона тренировочного – это очень важно и для построения игры, командной игры, комбинационной игры, и также для предотвращения травм в футболистных тренировках. Поэтому это такой, можно сказать, один из приоритетных для нас проектов был в этом году подготовка второго тренировочного поля. По базе, еще раз повторю, Олег пройдет экскурсию. Вопросы вы сможете задать нашему агроному Дмитрию Михееву в том, что касается поля. Дальше, насколько я знаю, будет возможность у вас посетить тренировку, также задать вопросы тренеру. Может быть, кого-то из игроков тоже сможете привлечь. Мы еще с вами сидим. Я хочу рассказать пару слов о наших других инфраструктурных проектах. В этом году стадион «ТЭМП» стал для нас приоритетным объектом. В настоящий момент там происходит достаточно большой комплекс работ. Это полный капитальный ремонт футбольного поля, который заключается в полной замене не только самого покрытия, но и основания футбольного газона и подогрева. Когда мы начали менять покрытие, выяснилось, что предыдущий газон был уложен с нарушением вообще всех норм, правил и требований к подобным полям. Нам пришлось практически полностью поменять основание футбольного газона, выбрать порядка полуметра в глубину песка и засыпать основание щебнем различной фракции. То есть уже основание футбольного поля делается так, как нужно. Мы привлекли по результатам открытого конкурса, привлекли московскую компанию, которая представляет здесь немецких производителей газонов фирму «Политан», которая достаточно серьезная в Европе. и они кладут газоны, у них есть опыт работы практически со всеми немецкими клубами, в частности и Баварии, и Баруси, и Шальке, тренировочные поля, и также их газоны искусственные уложены на некоторых стадионах, в частности на стадионе команды «Ян Бойз» в Бернии. И вот буквально этим летом опять положен искусственный газон этого производителя. Поэтому мы считаем, у нас есть все основания рассчитывать, что у нас на темпе будет современный качественный искусственный газон с подогревом тоже, который выполнен при помощи качественных материалов специалистами своего дела. Работы там несколько затянулись вследствие того, что объем изначально по переделке основания оказался больше, чем мы планировали, но где-то к концу октября все работы там должны быть закончены, и у нас будет современное покрытие, которое позволит и Хами-2 проводить матчи, а также осуществлять тренировки, в том числе и основной команды, когда погодные условия не будут позволять тренироваться на натуральных газонах. Вот на современном искусственном покрытии на темпе можно будет проводить тренировочные занятия. Кроме замены покрытия, там еще достаточно большой объем работ мы ведем по гидроизоляции трибуны, там проведен демонтаж полностью всех сидений, и трибуна одевается в металл по аналогии с западной трибуной стадиона «Труд». Связано это с тем, что, опять же, изначальный конструктив трибуны был сделан, произведен неоптимально, это много протечек. Эксплуатация в нашем суровом климате приводила к медленному разрушению трибуны стадиона «Темп». Если внешне выглядело все прилично, то внутри были заметны такие процессы неприятные. И чтобы предотвратить разрушение этой трибуны, чтобы «Темп» мог дальше эксплуатироваться, использоваться в своих целях, мы проработали техническое решение по гидроизоляции с использованием металлических конструкций. Это наш давний партнер, «Сивсталь-конструкция» осуществляют работы. Тоже также к концу, даже, может быть, к началу октября они должны эти работы сдать. Ну и третий комплекс работ, который на «Темпе» мы ведем, это мы ведем проектирование для установки систем освещения. Сейчас стадион без освещения, не позволяет тренироваться в вечернее время, и матчи проводить в вечернее время не позволяет. Поэтому в этом году мы решили привлечь профессиональных проектировщиков, чтобы нам спроектировали новые мачты, новую систему освещения, уже по требованиям Российского футбольного союза, чтобы в следующем году мы могли уже построить освещение и стадион довести до ума окончательно. Так, и прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, хочу сделать еще небольшое объявление. У нас в четверг, 18-го числа, запланирована встреча, традиционная встреча с болельщиками команды в центре «Факел». Будет проходить... Мы приглашаем всех болельщиков и журналистов посетить эту встречу. Мы будем представлять всю команду, поскольку у нас уже завершилось трансферное окно, и команда вошла в сезон, отыграла несколько матчей. Считаем, что сейчас хорошее время встретиться и позволить болельщикам поговорить с игроками, с тренерами, с руководством, задать нам вопросы. Мы готовы также будем на них, на все, честно, откровенно ответить. Чтобы ответить на вопросы тех комментаторов в интернете, которые говорят, а на каком основании передали госсобственность в частные руки фактически, вот ответьте, потому что все-таки областная администрация, я так понимаю, учредители, она имела право это сделать, да? Нет, безусловно. Областная администрация является одним из учредителей футбольного клуба, наряду с нашими спонсорами «Роснефть» и «Газпромнефть». И по условиям соглашения о партнерском сотрудничестве, по развитию футбольного клуба, по развитию футбола в Томске, администрация должна была передать в собственность клубу то имущество, которое используется непосредственно для футбольного клуба, а партнеры осуществляют финансирование деятельности клуба. Поэтому здесь администрация выполняет свои обязательства, даже более того, что, опять же, позволяет партнерам чувствовать себя уверенно в выполнении своих обязательств по осуществлению финансирования текущей и перспективной деятельности клуба. А тут на какой территории идет речь? Непосредственно тот корпус, в котором мы находимся, футбольное поле с искусственным покрытием, которое примыкает к корпусу, и здание раздевалок напротив входа в данный корпус. То есть непосредственно только та часть, которая нужна футбольному клубу, которая всегда, собственно, строилась под нужды футбольного клуба и используется исключительно для этих целей. То есть тут нет территории, например, еще что-то построить для нуждства? Нет. Еще вопрос. Пожалуйста. Вы рассказывали о том, что в Москве, например, на потоке, то есть какие вложения он в этой всей работе делает? Ну, у нас проекты еще не завершены. Что касается бюджета, то работы по замене поля вместе с основанием и с подогревом, они обойдутся порядка 35 миллионов рублей. Часть будет оплачена в этом году, часть будет в следующем году. Работы по гидроизоляции трибуны, там порядка 4,5-5 миллионов рублей. Проектирование освещения на данном этапе – это небольшая сумма. Мы смогли достаточно выгодно заключить контракт. Это 350 тысяч рублей стоит проектирование. Дополнительно там у нас достаточно большие затраты пройдут на осуществление подключения к сетям теплоснабжения и электроснабжения, выделение дополнительной тепловой мощности для работы подогрева, потому что на темпе подогрева никогда не работал, ну, раньше никогда не был закончен. Ну, сейчас это подсчет в стадии окончательных расчетов, этот процесс. А бюджет клуба этого года или этого сезона, как у нас правильно, и сколько? Бюджет клуба порядка этого года. У нас бюджет утверждается на календарный год, поскольку все компании планируют свои финансы на календарный год. Финансирование от партнеров утверждено в районе 800 миллионов рублей. И дополнительно есть средства, которые клуб зарабатывает самостоятельно. Это зависит от размера, который нам придется от телевизионных прав за выступления в Премьер-лиге и также от продажи билетов, атрибутики. Там еще порядка 60-70 миллионов рублей. Аналогично планируется, практически столько же у нас было в прошлом году и практически так же планируется на следующий год. Вы знаете, нам надо еще окончательно посчитать, потому что в аренду входила большая часть ее это компенсация затрат на коммунальные услуги, на обеспечение теплом, водой, электричным. Сейчас после получения собственности мы проведем разграничение, поставим приборы учета, посчитаем. Определенная экономия будет, но сейчас мне сложно сказать точную цифру. А чего нам из-за этого не хватает в этой базе? То есть, что мы знаем еще в развитии, в развитии, в развитии? Покрытие износилось и если все будет хорошо, то я надеюсь, что в следующем году мы сможем заменить покрытие, обновить. Вот это самое необходимое. Потому что второе поле, которое был приоритет номер один, мы уже построили в этом году. Мы сейчас должны перейти в том, что касается корпуса. Здесь все условия есть, все есть. Может быть, какой-то небольшой ремонт. И по медицинскому оборудованию есть такой достаточно большой список. Наш медицинский штаб, он этот список ведет. Дополнительное оборудование для восстановления игроков после травм. По мере возможностей мы это понамерно приобретаем. А тут штаб какой-то для работы? Ну, у нас здесь только работает сторож и, собственно, и все. Два сторожа у нас здесь работают. У нас очень оптимальный штаб. Ну, тут у нас здесь есть кухонная бригада, которая работает в сменном режиме. Потому что баллисты прямо здесь, естественно, окажут. И кушают у нас в месяц. А какой, кстати, который вы сегодня тоже сможете посетить? Да, прошу. На сайте много игроков сегодня не снимают квартиры, когда мечтают жить на базе. Это индивидуальные случаи. Ну, я думаю, сейчас уже большинство игроков переместились в Томск. Там в начале, в режиме сборов многие игроки постоянно живут на базе. И сейчас, честно говоря, не могу сейчас сказать. Очень мало, да, ребят живет здесь. В основном... А вот мне подсказывают, 5 человек сейчас живут на базе. То есть, почитают селиться в начале сезона, когда выбирают квартиры, когда присматривают себе жилье в городе. Но большинство, особенно семейные, они почитают жить в городе. Хотя здесь не обусловлены все условия. Кухня работает 24 часа в сутки. Собственно говоря, здесь стирают, гладят, кормят. В общем, связь хорошая, интернет работает. Только что до города отбираться далеко, там, кино, кафе. Кино для детей, ука, в детских садах, школы. Ну да. Еще вопросы? Если нет вопросов, тогда... Школа есть и сады, собираетесь? Нет, по-моему. А по-теху... Спасибо.